А нас все меньше с каждым годом фронтовиков, однополчан, кто начинал войну в начале, кто в Берлине завершал, таков уж знать закон природы. Не укротим, не умолим, мы исчезаем год за годом, все оставляем молодым. Этими строками я хочу начать сегодня нашу программу и знакомство с удивительной женщиной, прекрасным поэтом Людмилой Александровной Семеновой. Здравствуйте, Людмила Александровна. Не случайно я прочитала именно эти строки, потому что их написал ваш отец. Мне кажется, вот эта вот ниточка, которая связывает вас с ним, этот поэтический дар, безусловно, у вас от него. Ваши произведения удивительны. Я вообще очень рада, что мне лично, всем нашим телезрителям удалось познакомиться с удивительным количеством, с огромным количеством удивительных людей. Это поэты литературного объединения Звенигория. Потому что вы действительно и кладезь, во-первых, это хорошая лирика, хорошая поэзия, хорошее слово и очень удивительно наполненные светлые люди. Людмила Александровна, когда вы начали писать? И учил ли вас этому ваш отец? Нет, конечно, он не учил. Он даже не предполагал, что я потом стану поэтом. У меня, в принципе, склонность была к рисованию. И он очень хорошо рисовал. И в школьном возрасте он нарисовал портрет Сталина по просьбе порткома. У меня тоже были такие способности. Я долгое время занималась рисованием, но о стихах никогда не думала, что я смогу их когда-то писать. Мне кажется, это все перекликается. Это все-таки вот такая тонкая творческая натура, чувство эмоций, которые... То есть, когда вы впервые вот так вот осознанно взяли ручку и перенесли свои мысли и чувства на бумагу? Осознанно, когда я начала путешествовать. Было много впечатлений. Хотелось это все оставить. В памяти это все как-то потом исчезает. Изобразить это, написать. Вот когда у меня были поездки по Европе, я старалась это все изложить и переложить в стихотворной форме. А у вас сейчас есть что-то из путевых заметок? Нет, к сожалению. Можете вспомнить хотя бы несколько? О каких странах писали, какие города вас больше всего поразили, эмоционально вдохновили? Ну, Прага, наверное. Я там потерялась просто. Удивительный город Прага. Мы тоже там были с моей дочерью. Там очень много путешественников, туристов. Ну, очень понравилось. Но я хочу сказать, наши красоты, наши России, они более впечатляют душу и дают такой эмоциональный подъем. И когда мы путешествовали на кораблях с Георгием Петровичем, то очень много стихов потом писала я. Людмила Александровна, вы, как Георгий Петрович, состоите в литературном объединении Звенигорье. Что для вас сегодня поэзия? Что для вас ваши встречи? Что для вас объединение из Венигород? Да. Ну, объединение у нас замечательное. Наши все поэты как бы растут в своем творчестве. И все на подъеме, стараются себя в статусе тоже достичь какого-то определенного статуса. И коллектив у нас очень дружный. Мы помогаем друг другу. У нас 11 членов Союза писателей. Это благодаря нашему руководителю Басняцкому Георгию Петровичу. Он ваш главный мотиватор и двигатель. Он и двигатель, и он с каждым занимается, с каждым нашим, не только поэтом. У нас же не только поэты в нашем объединении, а просто любители поэзии. И он тоже находит для них достойные занятия, чтобы они себя уважали и печатались в нашем альманахе. Вы не заведуете, но находитесь в детском подразделении, в детском отделе и пишете стихи для детей. А почему вы выбрали именно это направление? Ну, я вначале писала тоже лирику. И потом подумала, что так много уже написано, что лучше просто невозможно подобрать слова. И как-то я на природе, на нашей, на красивой, на нашем участке, все вот это вот визуально видишь этих белочек, что происходит там, дятел что вытворяет. Все на глазах, ежики тут бегают. И побудила написать мне некоторые стихи просто вот по увиденному. Вот эти случаи у нас были, мы сидели в беседке, и вдруг гнездо, оказывается, внутри было. Оттуда вываливаются два птенца. И таки они смешные были. И я сразу написала стихотворение об этих птенцах. Как-то гроза случилась на нашем пруду, такие пузыри вздулись. И в каждом пузыре, как аквалангист, появилась головка рыбешки. Ну, я тоже написала. И потом еще там и про дятлы написала, как он лечит нашу иву больную. И белки, как они прибегают и воруют наши орехи, а только не скорлупки под орешником. Что, в общем, вот первая моя книжка. Давайте я прям покажу, да? Для самых маленьких как раз есть и про этих птенчиках, и про дятлы, и про этих рыбешек. И море одуванчиков, когда начинают расцветать цветы, тоже про одуванчики я написала. Как они оживают, эти одуванчики, когда превращаются в белый шар, и парашютиками разлетаются, и несут они в себе это солнышко. Это так здорово. Людмила Александровна, ну можно вот я прям, вот вы сказали про белок, я про белок прочитаю, да? На сосне резвятся белки, посмотри, как ловко, парашютами летают с веток без страховки, пируэты крутят лихо, закружится голова, только глазками сверкают, с любопытством свысока. Я орех несу в ладошки, угощение протяну, белка щелкает орешки, знать, по вкусу летуну. Да, там еще и другое есть стихотворение. Вот как они действительно набеги делают, мы ждем этих орехов. А мы орехов ждем с весны, на ветках не орешка нам. Все ядра съели грызуны, скорлупки под орешником. Это совершенно верно. То есть получается вот эта территория, эта земля стала для вас вдохновением? Да, творческая земля. Да, здесь очень, если так можно сказать, аура очень хорошая. У нас часовенка. Помимо того, что здесь замечательные стихи для детей, здесь еще есть и раскраски. То есть это такая и, с одной стороны, обучающая. Как так родилась идея? Кто вам подсказал? Или вам захотелось? Ну, Георгий Петрович подсказал. Он всем нам подсказывает. Всем дает рекомендации в названии книг, потому что он скрупулезно подходит к содержанию. И очень точно дает название всем книгам, вот кто обращается к нему за такой помощью. Людмила Александровна, вы пишете для детей. Что говорят дети, когда слышат ваши стихи, какие эмоции они проявляют? Им нравится. А мне так приятно. Учат? Вот. И учат, и мои книжки, вот в частности, вот эта рыженькая книжечка, она разлетелась не только по всей нашей стране, и в наших республиках бывших. И улетела она у меня за пределы России. Ну, я знаю, что после встречи... Да, учат русский язык на моей книжке, и в Америке мои книжки. Какое приятно. И на Украине даже. Людмила Александровна, я знаю, что после встречи с главой Одинцовского округа, с Андреем Робертовичем Ивановым, теперь есть идея собрать все детские стихи, все произведения, которые написаны членами литературного объединения, и издать такой большой сборник, который будет находиться во всех дошкольных учреждениях, школах нашего муниципалитета. Как вы относитесь к такой идее? Это здорово, потому что у нас пока нас трое, и один поэт пишет для самых маленьких, Шкелева Ольга. Я пишу как бы с четырех лет и до одиннадцати, можно и старше, до восьмидесяти. Тоже полезные мои стихи, познавательные. И воспитательные стихи у нас пишет Эверт Надежда. Так что как бы мы охватываем вот этот весь. От нуля. От нуля и выше. И выше. Есть еще одна книга, будем знакомы. Давайте тоже ее покажем нашим телезрителям. «Энциклопедия в стихах и раскрасках». Мне хотелось бы, чтобы вы об этой книге тоже рассказали, потому что она немножечко отличается от предыдущей. Здесь уже действительно такие прям энциклопедические знания о каждом животном. Например, если ты кенгуру, то где он живет, чем он питается. Расскажите, как родилась идея написать энциклопедию стихах? Ну, хотелось уже как бы информацию нести не только малышнее, на понимании, на уровне понимания. Там четырехлетних, пятилетних. Но ведь дети у нас сейчас очень развитые. Хоть они и интернетом пользуются, но, может быть, они не видят тех особенностей, тех нюансов, которым одарен какой-то там этот самый, какое-то животное или птица. Это тоже надо вот увидеть, вытащить. Я люблю эти передачи о природе, о животных. Очень люблю. А я знаю, что ваши стихи очень любит и Георгий Петрович. Поэтому давайте дадим ему слово, и он нам тоже прочтет свое любимое детское стихотворение, написанное рукой Людмилы Александровны. Я слушал сейчас выступление Людмилы Александровны Семеновой. Этот человек для меня не просто замечательный поэт детский. Конечно, мы вместе фантазируем, ищем темы. Но я хочу сказать о одной удивительной трудоспособности человека. Ведь просто так написать вот эти энциклопедические стихи, нужно было очень много литературы просмотреться. А потом нужно долго сидеть, работать над каждой строчкой, чтобы это было понятно, доступно детям. И не только детям, но и взрослым. У нее удивительная трудоспособность и усидчивость. Ну, конечно, идет от ее корней. А ее корни – это Костромская область. Самая глубинка, где уже кончается география. И там ее предки выросли. И там росла она еще ребенком. И отец ее там рос, и мама оттуда из тех мест. Почему потом они оказались в Москве? Потому что после войны ее отец, инвалид войны, очень израненный человек, нашел себе силы стать все-таки на ноги и стал замечательным заслуженным строителем России. Он строил университет на Ленинских горах. И вот эта звезда на шпиле университета водружалась именно ее отцом. Но если о нем еще сказать два слова, почему? Он очень много имеет наград фронтовых. Он прошел войну. Он участвовал участник битвы на Днепре. Он участник Курской дуги. Участник Сталинградской дуги. И везде был ранен и снова возвращался в строй. И вот в тяжелейших условиях войны он ушел туда 19-летним парнем. Есть журнал «Оружие», в котором мы о нем написали совместно с Людмилой Александровной статью. Где-то в старых архивах у нее дома мы нашли его в тетрадь с его стихами. Вот у него орден Красной Звезды он получил за уникальнейшую совершенно операцию. Она достойна описания, она и была описана в одной из книг его фронтовых друзей, которые остались живы и написали об этом подвиге. Нашли его в Москве, подарили ему эту книгу. Он даже не знал, что вообще он совершил подвиг, о котором кто-то напишет. Но наградить его наградили. А было так. Они попали в окружение. Когда наши отступали за Днепр, начало войны, и их танковый батальон, в котором он находился, придана была зенитка, зенитное орудие. И он был в составе вот этого зенитного орудия наводчиком. И этот танковый батальон оказался в тылах у немцев. И оказался совсем без горючего. Танки, пустые баки. И вот его величество случай, Господь послал немецкий транспорт. Транспортный самолет, Юнкерс. И они его сбили, подбили вернее. И он вынужденную посадку сделал. И вот из баков этого самолета они заправили танки. И командир батальона пристроился ночью к танковой колонне немцев, которая шла к Днепру, чтобы не дать переправиться нашим войскам на другой берег. И они ночью через все посты немецкие, за шумом моторов, прошли все посты, наш танковый батальон за немецким. И когда расцвело, они рассредоточились, окружили немецкие танковые колонны и ее полностью разгромили. И дальше прорвались и обеспечили переход наших войск через Днепр. Это был уникальный совершенно случай в истории войны. Вот этот человек, когда я прочитал о нем из этой книги об этом подвиге, я был потрясен, да потом вдруг находим еще и стихи. И один из стихов вы сегодня прочитали, но у него есть еще другие замечательные стихи. Вы сами понимаете, что воспитывать свою единственную дочь, которая родилась уже после войны, когда он пришел с фронта, уже весь израненный, уже комиссовали его в 1946 году, он только ушел, демизовался. Понятно, что в такой трудовой рабочей семье выросла такой трудолюбивый, такой вот искренний, честный, добросовестный человек, потому что там было строгое воспитание у них в семье, очень строго. Отец спуску не давал дочери, она у него одна единственная дочь. Когда я, наконец, имел возможность, я хочу сказать, что внимание привлечь этой женщины, я уже человек, так сказать, опытный в жизни, много переживший, я был, конечно, потрясен и благодарен ей до сегодняшнего дня, и буду благодарен до последних дней, что она выбрала меня, эта женщина, выбрала меня. Естественно, что чувства мои, вот сколько лет мы уже вместе, они у нас не прекращаются, наши вот эти теплые, искренние, дружеские отношения, вот, и тем более, что она, я считаю, это моя муза, я продолжаю ей писать стихи, и когда мы писали друг другу и на стенке вывешивали стихи, потом издали вот эту книжечку, чтобы не потерялись наши стихи, я написал ей тогда, я помню, это было хорошо, помню этот день, у меня была высокая температура, около поликлиники она пошла тоже по каким-то своим делам, я сидел в машине и, будучи с температурой, написал, глядя ей вслед, любуясь ею, как всегда, написал ей стихи к портрету Лас, то есть Людмилы Александровны Семеновой, ну, немного подражая, немножко, так сказать, поэтам 19 века. Римский профиль и русые локоны, вот природы достойный шедевр, ты из доброй материи соткана, ты мой самый чувственный нерв, воля к жизни, динамика грации, длий дивный голос, ласкающий слух, гордость нашей негнущейся нации, закаленный трудами дух, рук твоих, неизбывная нежность, лишальная искринка в глазах, я пленен, ты моя неизбежность в наших труднодоступных мирах. А при том, действительно, вот эти стихи ее, они так радуют, когда она вдруг прибегает и говорит, вот я написала, а про кого мне еще написать, подскажи, про кого, ну, я начинаю тоже искать каких-то любимых моих зверей, вот она ищет, все находит про них, что-то удивительные вещи, которые я много лет, я любил животных, читал Брэма еще, так сказать, когда-то о животных и о пчелах, я очень люблю муравейники, вот очень люблю читать о муравьях, о пчелах, об их, так сказать, организации этих же насекомых. Вот, и тут тоже все совпало у нас, и поэтому мы ищем всякий раз какие-то новые интересные сведения, о которых мы сами до сих пор не знали, и хотим передать другим. Вот она это делает, замечательно делает, очень талантливо, на мой взгляд, не потому, что она моя супруга, просто объективно. Ну, и наше Звенегорье, которое тоже принимает ее так же, мы не даем спуску никому, независимо от родственных связей. Я написал ей моей Люси «Гармония и сердце, и ума» – подтверждение моих слов. Вот стержень солнечной Люси, душевного тепла полнятся за крома, такими женами гордятся на Руси, по зову первому на помощь прибежит, накормит, успокоит, приласкает, и грации без слов приворожит, и молодость поэту возвращает. А мне это так нужно, вдохновение порой, потому что я не ставлю точку, пока я продолжаю писать, и тематика у меня бывает разная, и всегда, конечно, когда приходит вдохновение, оно дается от такого отношения твоего близкого человека. Ну, а понятно, что у меня есть и стихи, которые, любимые, которые она пишет. Вот одно из стихотворений, я прочитаю, «Дружба» называется, это мы в Анапе зимой были, и мы видели, как ежик защищал вместе, кошка и ежика, дружно жили друг с другом на набережной, и их всех там опекали, старались, чтобы их никто не трогал, отгоняли от них голубей. И вот дружба. Они жили почти над обрывом моря. Кошкин домик под кустом, на обрыве моря. Ежик ходит вместо то, слушать шум прибоя. Кошка в шубке, рядом еж, на крутом откосе. Их водой не разольешь, дружбы нет дороже. Вот пошли гулять в припрыжку, и поймали вместе мышку. Мышку есть они не стали, поиграли и прогнали. Защищает ежик кошку от непрошенных гостей, пса прогонит и сороку, распугает голубей. А когда доели крошки, и пришел сезон дождей, вместе вышли на дорожки к доброте взывать людей. Вот это стихотворение, это вот о дружбе. Это такая интересная зарисовка. Она его написала буквально после того, как мы пришли с прогулки, с набережной. Вы видели вот эту сценку. Дружба ежика и кошки. А вот есть стихи, когда мы говорим, узнаем о животных, много такого, что есть у людей. И у многих животных вот мы называем это любовью, вниманием, чутким отношением к друг другу. Это наблюдается у очень многих животных. Порой даже люди иногда забывают, что так можно жить. А вот я и рассказал, как я на Галапагосских островах видел фламинго. Не просто одного или двух. Я на закате солнца на Галапагосских островах на одном из островов они огромные стаи прилетели и все озеро стало розовым. Это было потрясающе. Сильно в лучах заходящего солнца. А там солнце заходит, это как огромный шар. Такой красный огромный шар, который вот-вот упадет сейчас в океан. И мне кажется, что океан вскипит. И вот это все на этом фоне. Представляете, вот это фламинго. И вот они сидели, закрывали озеро. Озеро было розовым. Но они сидели парами. И если отдельно было наблюдать каждую пару, они занимались тем, что исполняли танец любви. Они горцевали друг перед другом, клювами дотрагивались. И я вот эту сценку рассказал Людмиле Александровне. И она говорит, я хочу написать о фламинго. И потом она меня просила сегодня, после ее интервью, чтобы я обязательно это стихотворение прочитал. Если вы не возражаете, я прочитаю фламинго. А на закате все пылает от появления этих птиц. На воду опустилась стая. Все озарилось вспышкой, блиц. Фламинго с красным оперением и тонкого крыла обрез, как образец природного творения и красоты, спустившейся с небес. Сплетают шеи грациозно, заботой, нежностью полны. Да, и у птиц любовь, возможно, а проявления скромны. Живут фламинго дружной парой, быть друг без друга им тоска. О верности звучат фанфары. Любовь останется в веках. И она написала, и вручила мне, и я, читая эти стихи, не понял, что это о нас речь идет. Это о наших отношениях. Извините, что я так откровенен. Вот я хочу сказать вам, что я горжусь, что у меня такая жена. Я горжусь, что мы оба с ней занимаемся очень хорошим, полезным делом и для общества, особенно для детей. Но это будущее наше, дети. Мы должны им пребывать доброе, вечное, хорошее, теплое что-то. Быть искренними, понимать окружающий мир, что-то учиться творить. Людмила Александровна, теперь, благодаря вам, в нашей семье тоже есть эти книги. Спасибо огромное за подарок. И у нас тоже есть любимое стихотворение. Я хочу прочитать про панду. Панда родом из Китая. Символ, гордость всей страны. Медвежонка обожают. А повадки так смешны. Ловко лазит по деревьям, затаится на ветвях. Любит он уединение. Забывая о друзьях. Он ведет ночное бдение. В дупле проспит весь день. Снится панде объедение. А спуститься, мишки, лень. Он ленив уже с рождения. По земле идет с трудом. Вызывает умиление, балансируя хвостом. Черно-белая зверушка кувыркается вперед. Как игрушка-неваляшка. Никогда не упадет. Защебечет, словно птичка, с переливом запоет. В раз устроит перекличку. Так друзей к себе зовет. Корчит рожицы смешные, вызывая смех детей. Он веселый и забавный. Самый редкий из зверей. И вот такая замечательная картинка. Мне кажется, раскрашивать интересно не только детям, но, наверное, и взрослым. Так что это может стать прекрасной книгой для всей семьи. То есть можно всем вместе. Я согласна. Я даже рекомендую в возрасте тоже заняться раскрасками. Можно для памяти, чтобы тренировать память, учить стихи и рассказывать ее внукам. Правильно, раскраски. И раскрашивать. А какое ваше самое любимое стихотворение? Знаете, у меня еще рукописный материал для третьей книги. Как она будет называться? Тоже будет называться. Будем знакомы. Ну, что-то еще добавим, наверное. Да. Ну, другого как бы цвета она будет. Ну, прочитайте. Мне нравится альбатрус. Давайте. Это самая большая птица с размахом три с половиной метра в крыле. Очень интересная. Она, можно сказать, всю жизнь проводит в морском просторе и возвращается на берег практически для продолжения потомства. Альбатрос. Он вечный кочевник морского простора, а ветер бушующий крыльям опора. Вся жизнь от бальтроса проходит в полете. Он летчик отважный в любом перелете. Весь мир облетает за сорок шесть дней. Морская стихия для птиц и родней. Здесь дом для нее, колыбель на волне. Картины охоты приходят во сне. Охотится ночью, летит в темноту. Но струбчатый чует еду за версту. Добычу подхватит с воды на лету. Ведь крыльям легко управлять на ветру. Да будет моллюсков, нырнув в глубину. И крабу нарушит его тишину. Попался в зазубренный клюво улов. Прокормит себя альбатрос рыболов. На землю спустившись, а море грустит. Поход каутины к воде семенит. И ветер попутный взметнет в облака. Но время приходит, гнездо свое вить. Пора альбатроса на сушу спешить. В гнездовье подруга узнает самца. И вот ожидание большого яйца. Красивые птицы над морем парят. И радует сердце их белый наряд. Вот чтобы написать такие стихи, надо, наверное, очень много сначала прочитать. Да. Надо собрать информацию. А как вы выбираете тех животных, о которых вам хочется? Вот что является? Ну, что-то вот чем-то они привлекают, вот чем-то вот. Например, что-то такое интересное. Ну, мы понимаем, что есть книга о животных вашего участка. Да. Есть о других, но, соответственно, вы же где-то их видите? Ну, например, дети, когда у меня бывают творческие встречи, просят, например, Людмилу Саны, напишите стихи, например, о рысе. Вот мы были в Судоте, где находится наш филиал литературный Звенигорье. Была творческая встреча в православной гимназии. И девочка одна подошла и попросила, напишите стихотворение о рысе. Я с удовольствием это сделала, потому что, оказывается, такая интересная рысь. Рысь хищный зверь, красивый, отважный, пройдет по снегу, словно снегоход. На дереве и на скале устроится вальяжно и смело бросится в пучину. Вот, пятнистая оранжевая кошка в тайге гуляет по своим следам. След в след пройдет одной дорожкой, добычи легкой не достанется волкам, хозяйкой обойдет владение. А резонаторы в ушах ей сообщат о нападении, услышав шорохи в кустах. Как санитар зверей таежных, рысь отбракует молодняк. Подкараулить дичь в засаде ей не мешает полумрак. А глаз у рыси очень зоркий, как лазер рассекает семь ночи. Увидит домоседов в норках. Зверек, не спи, а ноги уноси! Когда встречает рысь подругу, в приветствии стучит с лбом, а если расположены друг к другу, вылизывают шерстку языком. Рискнешь погладить киску по головке, мурлычет, станет озорной, умна, способна к дрессировке, легко становится ручной. Рысь ценит, и талант ее прославлен. Никто не смеет крикнуть рысе «Брысь!» А в Гомеле ей памятник поставлен, а финский герб с гаральдикою рысь! Замечательно! На столе стоит подарок. Творческая работа. С творческой встречей, да? Да, после творческой встречи в православной гимназии города Судак, наш любимый город. Мы уже там были четырежды, и всегда аншлаг при наших встречах, потому что Георгий Петрович сначала выступает, потом мне дают слово, я читаю детские стихи, но и специально мы ходили и выступали три или четыре сеанса за день. А благодаря вот этим встречам новые поэты появляются? Да. Есть те, кто вдохновляется вашим примером? начинают, показывают свои такие стихи, попытки писать. Объединение Звенигория сегодня составляет сорок человек, готовы ли вы принять к себе новое пополнение? Готовы, конечно, с удовольствием, с удовольствием, и чтобы были детские поэты и взрослые, и уже у нас звонки к нам, хотят прийти на наше заседание Звенигория, и взрослые, и знаем мы уже, у нас есть кандидатуры детские, девочка Мирослава, у нее прекрасные стихи, она будет членом нашего Звенигория. Ваша популярность растет. Все-таки получается с легкой руки Андрея Робертовича, Звенигория, нельзя сказать, что вы были в тени, но тем не менее для, наверное, многих жителей округа вы оставались неизвестными, так как Звенигород совсем недавно прошел процесс объединения, то, безусловно, теперь благодаря этому мы скорее известны за пределами Московской области, потому что каждое лето мы отправляемся в творческую поездку по городам и вот судок, думаю, очень любим. Мы были в городе Макареве, это моя родина, это такие таежные леса знаменитые, где Иван Сусанин завел поляков в болото и в Костроме проживает наша Снегурочка, всем любимая детьми. Хочу сказать, что вот мои вот эти книги две оформлены, первая книга оформлял из Вятских полян, мы тоже отправили эти стихи, ну, как бы для ознакомления показать тоже там у нас филиал наш и откликнулся художник, он тоже поэт, напечатан у нас в нашем Альманахе во втором Зенегурье и он сделал вот такие вот даже с юмором эти красивые картинки. А вот вторая книжка, вот когда вы берете в руки, вы, наверное, ощущаете такую энергетику некоторую, да, положительную. Эту книгу оформляла педагог православной гимназии и она сама дочь священника. Нет, очень удивительные стихи, удивительные книги, но у вас на столике лежит Марухина Надежда. Спасибо ей огромное. Спасибо. На вашем столике лежит еще одна книга. Она не такая большая, она немного меньше, но не менее ценная. Ну, в общем, вот первые мои печатания стихов и начались с этой книжечки. С Георгием Петровичем мы свои эмоции выражали в таких записочках, которые мы прикалывали в коридоре по стене к обоим. Потом решили издать, я решила вот эту первую книжечку. Как она называется? Она называется «Мы пишем друг другом». Ну, прочитайте что-нибудь. я хочу одно стихотворение, ну, конечно, все это такое личное, но я думаю, Но вы же напечатали? Я напечатала, да. Когда мы вместе радуемся жизни, и в сердце вновь цветет весна, и птица счастья прилетает к нам из детства, душа в гармонии сильна, вдвоем мы забываем возраст, но интересов не сужаем круг, и каждый знает, рядом песня, поэзия и настоящий друг. Что вам дает поэзия? Поэзия дает хороший настрой, хорошее настроение с утра, работоспособность, жизненный тонус, и хочется передать людям, с которыми общаемся, вот этот вот заряд бодрости, энергию. Я думаю, что это получается. Людмила Александровна, спасибо вам за беседу, спасибо за знакомство, за прекрасные стихи, будем с нетерпением ждать выхода третьего сборника. Я надеюсь, в этом году завершить и отдать печать. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...